Сейчас, сейчас я усядусь. Волосы как Мегера, ой, как ее... Как ее... Ну, башка змеистая, как ее зовут? Гаргона. Вот кто. Гаргона, да, правильно? Что-то я с Гангреной перепутала. Всем доброго дня, меня зовут Лера. И сегодня речь пойдет о ТикТоке. Неугомонной, неистовой сети, которая поражает скоростью своего развития и прогресса. Впервые записываю такой большой, длинный формат. Даже не знаю, на сколько минут это видео выйдет, но точно могу сказать, что это будет не коротенькое видео. Я расскажу о том, что мне помогло прийти к своему первому миллиону подписчиков. Аплодисменты, аплодисменты. Это видео, я надеюсь, будет интересно... Ну, кто же мне написывает? Ну, кто же мне написывает-то? Тут же ТикТок, вот представляете, да? Вот, это видео, я надеюсь, будет интересно начинающим блогерам в ТикТоке и, может быть, тем людям, кому не безразлична моя деятельность в этой социальной сети. Я надеюсь, такие люди есть. Я очень надеюсь. Ладно, на данный момент в ТикТоке у меня миллион семьсот тысяч подписчиков. Что до сих пор не укладывается у меня в голове, потому что мозг у меня еще не созрел к этой информации. Ну, ничего страшного, когда-нибудь созреет обязательно. По ощущениям, я, если честно, осталась примерно на 200к. Я еще там нахожусь, застряла. В двух словах, в основном, тема моего ТикТока это перевоплощение грим-макияж. То есть до макияжа, после макияжа, доведенные до крайности в такой степени, что люди до сих пор гадают, один ли это и тот же человек. Могу вас обрадовать или огорчить? Да. Это я. Вот такая я, мамзель. Ой, вот. Как же хорошо сидеть в кресле все-таки, а не на табуретке, как человек. Итак, начнем с самого начала. Вся моя жизнь, так или иначе, связана с медиа-контентом. Поэтому еще с подросткового возраста у меня есть дикая привычка, ну и нужда покупать самую дорогую технику. Самую дорогую, самую качественную, самую крутую технику. Я могу себе не купить платье, кофточки, джинсы, но, блин, я нагребусь этой аппаратуры вокруг себя и буду чувствовать себя великолепно. Беру всевозможные штативы, свет, фоны, камеры, особенно камера, это вообще моя больная тема. Я борюсь за качество цветопередачи и мне важно, чтобы, так сказать, камера, техника была выше моих знаний. То есть, чтобы она была не на 100% мною изведана, а чтобы мне хотелось расти до этой техники. Не знаю, может быть это странно, но если я чувствую, что мои идеи, которые я хочу воплотить в съемки, оказываются на порядок выше возможностей камеры, мне становится грустно и я стараюсь приобрести аппаратуру, которая будет, ну так скажем, разумнее меня. Как-то так, боже. Мне кажется, люди спутника по жизни выбирают не так тщательно, как я в свое время выбирала свою камеру. Важный момент, всей техникой я закупалась не для тиктока. Я уже говорила, что моя жизнь априори связана с медиаконтентом, и тогда я сдирала из себя последнюю монету, дабы приобрести камеру своей мечты, не в кредит. Тогда это было для меня важно. Вот, приобрела. Для меня это была достаточно большая сумма. И вот такой забавный фактик. В день покупки этой камеры меня увольняют с основной работы. Как вам такое? Хорошее начало, правда? Вообще в блогерстве аппаратура, это, конечно, хорошо, но это далеко не самое главное. Если вы решили стать блогером, то я не призываю брать с меня пример. У каждого все индивидуально, и я лишь рассказываю о своем опыте. Так вот, очередная покупка на новый 2021 год. Я сама себе подарила последний айфон. Осталась голодранцем, но мне нужна была эта покупка. Нужна преимущественно. Что с голосом? Все? Батарейка закончилась? Мне нужна была эта покупка преимущественно для создания видео и фотоконтента. Я купила, меня устраивает качество картинки, качество камеры этого айфона. И я подумала, все, теперь буду бложить. И что вы думаете? Начала ли я вести блог? Нет, не начала. Казалось бы, все условия есть. Я сама себе протоптала эту дорожку к блогерству, к блогингу, или как правильно говорить, к блогерству. Я привыкла к блогерству. Но меня не прет. Я смотрю на этот айфон. Айфон смотрит на меня. А искры, бурь и безумие-то и нет. Я с этими штативами, с этими камерами, свет, софтбоксы, прожекторы. И что? И ничего. После покупки этого айфона я его забросила на месяц. Даже им не пользовалась. И вот в чем суть. Вот что блогеры, скорее всего, имеют в виду, когда говорят, что техника – это не главное. На первом месте должно быть желание. Все так банально и просто. И вот я живу, работаю, работаю, живу, как обычный потребитель контента. Листаю ленту Инстаграма, ТикТока, Ютьюба. И вы знаете, мне кажется, самое страшное, самое неприятное для блогера превратиться из создателя контента обратно в потребителя. Это самое неприятное, по крайней мере, для меня. Я могу быть и тем, и тем, и тем, и другим одновременно. Но быть исключительно потребителем для меня – это скучно и уныло. Как раз в тот момент я себя чувствовала именно так. Скучно и уныло. И вдруг наткнулась я, значит, на своего знакомого из университета. Он снимал видео в ТикТок. Забавы ради, когда была свободная минутка, иногда попадал в рекомендации, такой симпатичный мальчик. Пошловатый, правда, но этим он и привлекал публику. И тут я увидела его количество подписчиков. Мама родная, 30к. 30к для меня это было тогда очень много. Но это меня и удивило. Он вообще не парится над контентом, ну, по крайней мере, так кажется. Не супер-мега качество картинки, не каких-то космических вещей в видео он не демонстрирует. Иными словами, он выехал только на своей харизме и регулярности создания контента. Все. Вот тогда я вдохновилась. В этом случае очень большую роль для меня сыграл тот факт, что я его знаю. Если бы я его не знала, я бы просто пролистнула ленту рекомендаций и забыла бы об этом человеке вообще. Но я только теперь понимаю, что мне очень повезло, что я встретила его в интернете, в рекомендациях. Именно этот человек стал первопричиной моего существования в интернете как блогера. Вы знаете, целый месяц я за ним наблюдала. Заходила на его страницу каждый день, проверяла, что он там постит, как часто он это делает, какую музыку для видео выбирает. И я стала настолько проникать всем этим, а потом заметила, что невольно заразилась его тиктоком. Да, это произошло. И вот что я заметила. Если в вашем окружении есть блогеры, возможно, у вас тоже появится желание им стать. Блогерство заразительно. По своему опыту сужу, я вдохновилась этим парнем, и я уже успела вдохновить нескольких людей. Это безумно радует. Есть такая очень хорошая фраза, с которой я абсолютно согласна. У каждого вдохновителя есть свои вдохновители. Точнее и не скажешь. Почему я сомкнула руки? Вообще-то по психологии, если сомкаются руки, это значит, ты как в замке. Но я не в замке, я действительно согласна с этой фразой. И с того момента и началась моя история. Да, ребята, это всего лишь была вводная часть. Такая подробная, красочная экспозиция к пьесе под названием «Путь к моему миллиону». В далеком феврале 2021 года, февраль, а сейчас у нас ноябрь, я четко, уверенно решила уделять большое количество времени ТикТоку с точки зрения автора контента. Раньше я была потребителем, а теперь я поняла, что хочу стать создателем контента. Я проанализировала свою страницу, и все, с чего я начинала, это скромная страница, обычный пользователь. На моем аккаунте тогда было около 20 видео и примерно 600, ну да, 600 тысяч, и обычный пользователь. Нет, и примерно 600 подписчиков. Все скромненько. Когда-то я выставляла каверы на песни, что-то даже набирала много просмотров, но на тот момент я не ценила этого. Вот когда я начинала, я понимала, что если уделять время только песням, это малоэффективно. Я не могу выпускать каверы часто, постоянно. Поэтому я даже записала для себя такое домашнее видео, которое я никуда не выкладывала, в котором я честно перед зеркалом встала и сказала себе, я даю себе волю в ТикТок. Даю волю. Это дословный текст. Возможно, я даже вставлю этот ролик кусочком. Каверы выходят раз в два месяца, только потому, что мне не хватает времени учить песни. Так как я работаю как лошица. Как лошица, нет, как я хотела сказать, как лошадь. Лошица от слова лох, а я, я не лох. Плюс к тому, тут я могу быть собой, потому что не все мои знакомые есть в ТикТоке, только сестра и мама. Официально вот такая вот ненакрашенная, сонная, уже, между прочим, 12 ночей. Я официально даю себе волю в ТикТок. Что я имела в виду под словами «даю волю»? То, что я буду снимать себя постоянно, а потом не стесняться выкладывать это в интернет. Снимать в любых условиях, ненакрашенной, сонной, смешной, некрасивой. Я разрешила себе поднимать в разговорных видео глупые, стыдные, тривиальные темы. И я разрешила сама себе практически все. Единственные барьеры для меня тогда были, это не ругаться матом и не призывать людей к чему-то плохому. Остальное все можно. ТикТок по большей части рассчитан на развлечение аудитории. Поэтому можно все, а бы в радость. И что характерно тому времени, я в самом начале своего пути около месяца повторяла за тем знакомым его график выхода роликов. Представляете, как это додуматься надо было, господи. То есть он выставлял два ролика в день, и я выставляла два ролика в день. Он выставлял три ролика в день, и я три ролика в день. Это, кстати, помогло мне в тот момент не отставать от ритма. Я постоянно была в спешке, ощущала конкуренцию с этим человеком. Очень важно чувствовать конкуренцию с кем-либо. Внимание! Сейчас прозвучит полезный совет для начинающих тиктокеров. Если вдруг вы решили набрать большое количество подписчиков за короткий срок, слушайте внимательно. Выбирайте себе особого человечка с аккаунтом примерно в два раза больше вашего, и попробуйте с ним посоревноваться. Кто больше наберет подписчиков за неделю? У кого ролики заходят лучше? Постарайтесь разозлиться и заставить свой мозг искать путь привлечения внимания аудитории. Ребята, работает на ура. Я сама испытала этот метод. Конкуренция. Лучший в мире двигатель. Когда я говорю разозлиться, я имею в виду не на человека, которого вы выбрали, ни в коем случае, а на ситуацию. Представьте, что вы играете в компьютерную игру или в карты, и в этом случае вам нужно просто обыграть этого человека. Научитесь мыслить оригинально, не так, как все, чтобы привлечь внимание. Конечно, можно действовать и самому, ни на кого не взирая, но вот эта вот конкуренция, она как моторчик, она поможет вам намного быстрее набрать аудиторию. Так вот, я выбрала того парня для конкуренции. Снимала разные виды тиктоков, начиная от разговорных, заканчивая там вообще какими танцами. А танцы у меня, ну так, ну такое. Помню, прихожу домой после работы, я артист, отработала тяжелый концерт в филармонии, прихожу вечером домой, все ложатся спать, как нормальные люди, конечно же. А я снимаю тикток, тихонечко, чтобы никого не разбудить. Я по полной программе считала это своей обязанностью. Я ведь пообещала сама себе, мне нужно постоянно выдавать новый контент с большой скоростью. Я была в постоянном поиске идей для видео и очень много разного перепробовала. Но заметила, что люди больше всего реагируют на перепоплощение от домашней серой мышки до уверенной в себе королевы. Такие видео вызывают эмоции, такие видео заставляют пользователей пересматривать видео много раз, писать комментарии, лайкать, записывать дуэты и прочее. Первое видео, которое хорошенечко так встряхнуло мою страницу, это, конечно же, один из моих любимых переходов, один из моих любимых звуков в тиктоке. Я ставлю тут это видео, скорее всего, без звука, чтобы не было проблем с авторским правом. Вот оно, мое родненькое, набравшее первый такой желанный миллион просмотров. И сейчас на этом ролике уже более 11 миллионов просмотров. Напомню, это мое первое вирусное видео. У меня уже даже связки начали сушиться. Я не привыкла так много говорить. Боже, ладно. И, кстати, это то самое видео, которое через полгода своровали. В мой день рождения я вижу, что какой-то мужик с пятью миллионами подписчиков, с синей галочкой, взял вторую часть моего видео и склеил со своей первой. И, конечно же, все его зрители подумали, что это он так невероятно преобразился. Его сворованное видео, на секундочку, набрало 20 миллионов просмотров. 20 миллионов просмотров. А еще больше потом оно разлетелось в инстаграме. Вот так люди, беспардонно, не указывая автора, берут ролики и выдают другого человека за себя. И никакие жалобы с моей стороны не помогли. Тикток это проигнорировал абсолютно. И все. Вообще, я даже уже отпустила эту ситуацию. Это даже оказалось с какой-то стороны неким пиаром для меня. Потому что моя аудитория понаписывала этому человеку в комментариях. Это не он! Это наша Лера! Он украл контент! И я такая, вау, спасибо! Какие у меня хорошие зрители! Как они заступаются за меня! Так приятно вот тогда было! Мои люди всегда со мной! Хэштег Бузова! Потом у этого чудика с галочкой еще были попытки украсть мой контент. С моих любимых видео, между прочим. Он же не выбирал просто какие-то левые. Он выбирал мои любимые. Он знает, куда меня ударить побольнее. Но в этот раз его аудитория уже поняла, что это я. Поэтому его новые сворованные видео уже таких больших оборотов не набирало. Ой, и вообще, воровство контента это тема для отдельных видео. Ибо очень много эмоций у меня возникает по этому поводу. Так как это касается непосредственно меня. После того, как мой первый ролик взлетел, я тут же расправила крылья. Потому что что? Но я обыграла своего знакомого. Представляете мою радость этот момент? У меня страница была больше. Я перестала за ним следить. Перестала дублировать его график. Я решила, что теперь каждый мой ролик будет набирать миллионы просмотров вот по щелчку. И не важно, что я снимаю. Все. Я своего добилась. Но не тут-то было. То, что появилась аудитория и взлетели видео, говорит ровным счетом ни о чем. И тогда я сама себя опустила на землю таким образом, сказав, тебя по-прежнему никто не знает. Ты никому не нужна и никому не интересна. Твои новые видео будут показываться другим людям, которые не видели твои вирусные ролики. В тот момент мои крылья, которые только-только расправились, спрятались обратно. Я поняла, что это постоянная гонка. Нужно быть в потоке, постоянно удивлять и рассчитывать только на новую аудиторию. И еще у меня какой-то принципиальный момент. Стараться делать разнообразный контент. Я никого не осуждаю, но я не из тех блогеров, которые наснимают 100 видео с одним макияжем, образом, с одной прической, с одной декорацией, артист больших малых театров. Мне важно, чтобы зритель, который приходит ко мне на страницу, видел ленту из разных видео. И на каждое хотел нажать посмотреть. Если так случается и какие-то из образов или макияжа повторяются, их всегда можно раскидать по ленте. Я имею в виду выпустить первое видео, а через несколько публикаций выпустить второе, приблизительно такое же. Но желательно не повторяться. Рекламу я начала брать на четвертом месяце введения ТикТока, а где-то спустя полгода у меня на странице было 720 тысяч подписчиков. Я рассказываю как будто бы про беременность. На таком месяце у меня была боль в спине, на таком месяце у меня было то, на этом то. А, кстати, миллион у меня стукнул в октябре. С февраля по октябрь. Май, юнь, июль, август, сентябрь, октябрь. Октябрь, 9 месяцев. Представляете, я вынашивала свой миллион, ровно как беременность. В октябре я родила. И то, что я рассказывала про гонку за просмотрами или подписчиками, не означает ровным счетом, что количество это главное. Главное качество, как аудитории, так и вашей работы. Главное получать кайф от того, что вы делаете, и чувствовать, как вы идете к своему идеалу семимильными шагами. Получилось длинное видео, как мне кажется. Ну, может, там, конечно, поврезается многое, но я очень устала. Пойду сейчас, наверное, поем. Почему у меня кресло скрипит? Я благодарю всех за то, что вы уделили моему рассказу свое время. Я очень рада, что этот ролик увидел белый свет, а не остался на полке. Заглядывайте в мои соцсети, в описании все ссылки. Предлагайте темы для видео в комментариях, если у вас есть какие-то варианты, может быть, есть какие-то вопросы. Ну, а я с вами не прощаюсь. Еще увидимся. Пока. А если я вот так облакочусь? Нет, это слишком. Я вообще хочу в развалочку. Что с головой? Боже мой, ну вчера же мыла голову, что уже происходит? Ладно, этого будет достаточно для того, чтобы проверить звук. Где-то тут должна быть середина. Ну, вроде бы все настроили. Вроде бы крыщи замазали. Смарт. О, камерас. Камерас это вот этот молодой человек, пожалуйста. Камерас Дуглас. Так, во-первых, нам нужно поправить таким образом микрофон, а поправить таким образом, чтобы он был как бы жопкой вверх. По-другому не выжить в современном мире. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»